Привет, на связи Павел Деев и сегодня мы поговорим о благодарности. Кто-то из вас знает, что буквально несколько дней назад закончился очередной марафон благодарности, на котором произошло много всего замечательного. И мы решили продолжать и закончить этот год очередным марафоном благодарности, чтобы более глубже пойти в эту тему, углубляться, больше копать благодарность и узнавать, что же это такое. Вот, я честно поделюсь, раньше, когда я читал Библию, я не понимал это место из Писания, да, 1 Фесолоникийцам, 5 глава, 18 стих, в котором написано за все благодарить. Я не понимал, как это можно быть за все благодарным. Ну, как это быть за все благодарным? Когда все в жизни хорошо, то можно быть благодарным, потому что есть повод для этого. Но когда не все хорошо в жизни, как можно быть благодарным? И мне нравится, что в другом переводе здесь написано, да, что при любых обстоятельствах будьте благодарны, потому что в этом есть воля Бога для вас во Христе Иисусе. То есть воля Бога для нашей жизни при любых обстоятельствах быть благодарным. И я до конца раньше, до конца, я не понимал, как это можно быть при любых обстоятельствах благодарным, особенно когда все, ну, если можно так сказать, катится совсем не в ту сторону, чтобы быть благодарным за то, что происходит в моей жизни. Вот. Но я люблю учиться, и я обучаюсь, погружаюсь и развиваюсь. И следую Библию уже порядка больше 15, наверное, лет. 11, сколько мне лет? Ну, больше 20 лет я исследую Библию, больше 25, наверное, уже. Вот. И дело не в том, что Библия говорит за все благодарите. Вопрос другой, как это использовать в жизни? Как это использовать в жизни, когда жизнь, она непредсказуемая порой, и происходит то, что ты совсем не ожидаешь. И почти на каждой консультации, точнее, на диагностике и на консультации я говорю людям, когда что-то в жизни происходит не так, как вы ожидали, и когда, ну, как бы все становится как-то не так трудно, происходит кризис, ссора с мужем, женой, кто-то уходит из жизни раньше времени, машина попадает в аварию, сгорает дом и так далее. Я говорю, ты должен быть благодарным. Почему? Потому что вселенная обратила на тебя внимание. То есть Бог, все ангелы, которые ему служат, все высшие силы, вот эта любящая энергия жизни, которую, как я по-другому называю моего Папу Небесного, он обратил на тебя внимание в этот момент. Почему? Чтобы ты вырос, чтобы ты изменил свою жизнь, потому что Бог никогда не забирает у тебя что-то, чтобы не дать взамен что-то большее. И вот практика благодарности, она заключается в том, что когда ты открываешь для себя благодарность, ты начинаешь с маленьких вещей, ты как начинаешь иголку в стоге сена искать, ты начинаешь искать какую-то маленькую мелочь, раскручивать этот глубокое обстоятельство, чтобы найти маленькую благодарность, за что ты можешь быть благодарным в своей жизни. И с этого начинается практика благодарности. Почему? Потому что мы настолько привыкли жить в негативе, и мы настолько привыкли жить в нищете и думать, что у нас ничего нет, и нам не за что быть благодарными, потому что у всех других всегда все есть, а у нас никогда ничего нет. Вот, но это неправда. Как только мы, как только вы, вот, начнете применять практику благодарности в своей жизни, начнете вести дневник благодарности каждое утро или каждый вечер, или в течение дня, вы начнете замечать, что у вас много всего есть. И есть еще очень классное место из Писания, да, из Священного Писания, что тот, у кого есть, тому будет дано еще больше, а у того, у кого нет, у того и отнимется то, что есть. И этот стих тоже меня всегда, он меня злил очень, потому что я говорил, что это несправедливо. И когда я начал изучать практику благодарности, я понял, о чем это. Потому что человек, который не замечает то, что у него есть, это легко уходит из его жизни, как песок сквозь пальцы. Почему? Ну, а как он заметит, что это у него есть, если он не ценит? Допустим, у него есть хороший дом, хорошая жена, хорошая семья, дети, родственники, родители, хорошая квартира, хорошая машина, ну, не суперкрутая, но он этого не ценит. И когда это уходит, он даже не замечает этого. Почему? Потому что он настолько сфокусирован на негативе, на нищете и на том, что у кого-то что-то есть, чего якобы у него нет, то он просто не замечает, как и то, что у него есть, уходит из его жизни. Вот. Поэтому скажу вам так. Я люблю всем говорить, что я исследователь в области благодарности. Вот помимо того, что я психолог, уже профессиональный, я ищу исследователей. Я очень люблю исследовать благодарность. Почему? Потому что благодарность изменила мою жизнь. Вот. Благодарность изменила мою жизнь. И я вижу, как благодарность меняет жизни людей, которые приходят к нам в марафон благодарности. К чему я это все? К тому, что 19 декабря наши предки любили собираться под конец года, вместе делиться с благодарностью, поддерживать друг друга, быть опорой друг для друга. Вместе за одним столом и просто благодарить друг друга за уходящий год. И я подумал, почему бы не сделать так же нам в марафоне благодарности, который пройдет с 19 декабря, и вместе собраться за таким большим уютным столом, да, онлайн столом, и вместе благодарить за то, что у нас есть. И благодарить за то, чего у нас нет. И благодарить за кризисы, и благодарить за хорошие моменты, благодарить за наших родителей, и благодарить за наших родственников, за нашу работу, за карьеру, за бизнес. Благодарить за наше здоровье, за наше тело, за то, что мы можем улыбаться, и у нас есть глаза. И у кого-то они видят, а у кого-то они не видят. И просто быть благодарными Богу и нашему Высшему Источнику, нашему Всевышнему, за то, что Он дал нам жизнь. И за то, что Он так сильно любит нас, каждого, за то, что Он всегда заботится о нас. И это потрясающее время закончить этот год благодарностью. Поэтому я приглашаю каждого из вас на этот заключительный марафон благодарности в этом году. И он будет поистине потрясающим. Вы можете почитать отзывы предыдущего марафона. Там есть отзывы других марафонов благодарности. Почитайте и просто приходите за этот уютный, семейный стол, за которым мы будем общаться. Будем делиться практиками благодарности, будем делиться нашими благодарностями, историями. Отзывами о тех чудесах, которые будут происходить в течение этой недели марафона благодарности. Ссылка я оставлю под этим видео. Приходи сам, зови своих родственников, друзей. И будь уверен, что практика благодарности в корне изменит твою жизнь. Ты даже и мечтать не мог о том, что будет с тобой происходить после этого марафона благодарности. Будь уверен, я уверяю тебя. Благодарность изменила мою жизнь. Благодарность изменила мою семью, моих детей. И благодарность изменит и твою жизнь. Ну что, увидимся на марафоне благодарности 19 декабря.